Регион больших возможностей и молодых профессионалов. Этими словами буквально несколько часов назад завершилась рабочая поездка экономического комитета Совета Федерации. Сенаторов интересовало все промышленный, социальный сектор и спортивная инфраструктура нашей области. Гости хотели узнать, как регионы справились с локдауном, какую пользу сумели извлечь и что необходимо для дальнейшего развития провинциальных территорий. Выводы они делали на примере нашего края. Большие гонки в ульяновском небе. Только вместо болидов, дроны, маневрения любого суперкара. DJI Phantom. Он используется для различных целей, для геодезии, для киноиндустрии. Каждый день от усталости они буквально валятся с ног, конструируют и моделируют, а потом отстаивают честь национальной сборной на международной арене. В 2019 году на чемпионате мира среди 46 стран мы взяли первое место, стать чемпионами мира. И так во всех компетенциях. В межрегиональном центре их три. Легковые, грузовые, авто, обслуживание, сельхозтехники и гордость авиационной столицы Поволжья – самолетостроение. Сейчас мы находимся на авиационном полигоне. У каждого стола кипит работа. Вот здесь, например, прямо сейчас занимаются обслуживанием двигателя для вертолета Ми-2. А буквально через несколько метров собирают, разбирают пусковые установки для беспилотников. Достаточно интересные и сложные. То есть сложность, она все равно дает больше знаний. Они вдохновляют и удивляют самих экспертов. Полторы тысячи молодых профессионалов со всей России и ближнего зарубежья. Берем зелененьких, скажем так, после школы, ну а потом растим и постепенно Каждый год по три сотни мастеров. Их с головой погружают в самую суть. Как итог, 90% еще вчерашних студентов уже сегодня сотрудники инновационных корпораций. По кузовному ремонту наш один выпускник пришел на предприятие, показал сварку, как производить сварку швов. Сбежало все предприятие, потому что они даже представления не имели, что вообще можно так делать. Зрелище завораживающее. И что тут скажешь, профессионалы, для которых нет ничего невозможного. У нас великолепный золотой фон. И все с руками растут. Главное, чтобы желание. Надо проявить, наверное, у каждого молодого человека есть желание работать. У каждого, вне сомнений. Только нужно немножко его как-то поднаправить. Я уверен, что у вас это в хорошем положении. А может стать и еще лучше в зеленом альбоме проект кампуса будущего с общежитием на 800 жильцов, спортивным городком и учебным кинотеатром. Это вот наша мечта. Идею уже готовы поддержать в столице. И пока СМЕТа брала курс на федеральный центр, рабочая встреча продолжилась уже на Соборной площади. У здания правительства выставка достижений региона. Автопром. То, чем Ульяновская область может по-настоящему гордиться. Все эти машины собираются именно здесь, в городе на Волге. Экспозиция на Соборной – яркое подтверждение экономической стабильности региона. Новые предложения посвящены улучшению инвестиционного климата. Область показывает достойные показатели и все же надеется на поддержку сенаторов. Все у нас идет хорошо. Мы будем помогать всем экономическим процессам. Будем дальше работать с инвесторами. Я думаю, у нас большое, хорошее, светлое будущее. Видим, какой возврат налоговой базы существует. Он самый высокий в стране. Поэтому мы точно можем поработать. Если мы сейчас будем оказывать дальнейшую поддержку малому и среднему бизнесу, а он в Ульяновской области не показал спада, то мы увидим его рост в ближайшие годы. Ну а это благосостояние наших людей. В обсуждении вопросов участвуют все профильные министры. Это позволит оперативно перейти от принятия решений к их реализации. Так было и полтора года назад, когда рождалось предыдущее постановление Совета Федерации. Для нас это чрезвычайно важный документ. Он позволяет не просто спрогнозировать дальнейшее социально-экономическое развитие, но и содержит серьезные капитальные ресурсы и в сфере инфраструктурных объектов, дорог, мостовых переходов, развязок, школ, больниц. Сенаторы обещают поддержать каждую отрасль. По их словам, все они достойны не только внимания, но и жесткого парламентского контроля. Павел Гнатьев, Яна Федоричева, Сергей Свешников, Михаил Державин. Вести. Ульяновск.